Все, запись пошла. Раз-раз. Всем привет. Привет всем. У нас сегодня больше. Добрый вечер. И Олег еще с нами сегодня. Сегодня у нас интересная тема. Сначала поговорим про MAN и вообще получение справки в Центасе. Какая бывает, где находится... Ну, в принципе, довольно распространенная тема. В том плане, что все пользуются. Все пользуются. Ну, эту тему надо, наверное, ставить вообще первой, я считаю. Потому что самое важное, это умение находить информацию. Ну, сейчас то, что есть интернет, этот угол ваш, этот... Ну, часто просто бывает, что есть сервер, и нет никакого интернета, какую-то информацию надо посмотреть, MAN вручали. Вот. Дальше мы поговорим, если успеем, про уровни запуска. Поговорим про Центас 6 и процентас 7, так как я обещал вам рассказать, поэтому нам придется рассматривать немножко издалека, начать рассмотрение System D сначала, да, чтобы потом перейти к уровням запуска, и как там в Центас 7 все это немножко переделано. Вот. Я думаю, должно быть интересно. РТФМ, это... Ну, очень часто посылают, да, там, новичков, идите читайте manual, да. Изначально называлось, да, read the following manual, а потом превратилось в fucking manual, да. read the fucking manual. Типа, иди уже читай мануал, и все, не хватит задавать. Почитайте мануал, там все написано. Да, да, да. Смотрите, у нас есть вообще по большому счету две команды. Man, потом пробел команда. Ну, в смысле, команда какой-нибудь, ну, кат, да, получение справки по ману. Нормально там видно на характере? Можно покрупнее попробовать сделать. Норм. Ну, вот, и команда info. Вот. У команды man есть ключик минус кей, интересный, который ищет вхождение того, что мы ищем во всем, во всех мануалах. Вот, я сейчас попозже покажу пример, как это работает. Есть еще команда apropos, это тоже самое по факту, как man. Man минус кей. И команда what is, которая чуть по-другому просто работает. Вот. Команда man ищет мануалы в папочке директории user share man. Share man. Команда info user share info. Да. А в чем тогда разница между man? Там чуть-чуть разная информация. Сейчас я покажу. Там, ну, по большому счету, может быть. И она представляется по-разному. То есть, если man это набор отдельных документов, то info, если я не ошибаюсь, это целая книга с ссылками, то есть, по ней можно браузить. Ну, посмотрим. А не наоборот? Нет. Мне казалось, наоборот. У нас еще есть еще одна директория, про которую, если честно, я не знал. Вот, только вот вчера, когда готовился, user share doc. сюда складывается документация всех установленных программ в Центесе. Иногда документация сжимается к зипам, но Лесприн читает без распаковки эти архивы. Если предыдущие две директории, man и info, у нас есть вот это как раз команды man и info, они ищут по этим директориям. Как бы автоматически. Нам не надо идти в эту директорию, смотреть глазами, делать поиск там, да, то по директории doc а у нас нет такого автоматизированного средства. Вот. Давайте попробуем посмотреть. У меня 6 Центес. Да. В минимальной инсталляции, так как это у меня этот minimal Центес, man вообще не установлены. Их надо ставить дополнительно. Ну, ставится просто и я вам инсталл man. Все. Ну вот. Man можно посмотреть. Вот самое простое. Man пробел команда. Мы ищем информацию по команде cat. Типа, что это вообще за команда? Какие у нее есть опции? Вот. Мы видим. По man можно делать, что можно туда-сюда перемещаться просто стрелочками на самом деле. Q это QV выйти. Можно делать поиск. Поиск, да. слэш, потом слово, которое мы хотим найти. Enter. И буковкой N английской, маленькой, мы перемещаемся по найденным вариантам. Можно еще просто косую черту поставить? Тоже будет поиск. Ну, я так сказал. Косая черта и слово, которое мы хотим найти. А после этого, если ты просто косую черту будешь писать, он будет искать следующие вхождения. Типа, кстати, что-то. Enter. Да, это надо две кнопки нажать с собой. И она то круче. Ну, кстати, я не знал. Прикольно. Так, а давай сравним с Info. Info есть у нас InfoCAD. InfoCAD. Видите, другая информация все-таки здесь. Ну, в смысле, может быть, информация то же самое, но немножко в любом виде. Как бы, это все-таки разные документации на самом деле. Попробуй нам просто им. Вот тебе документация. Причем ссылочки, если я не ошибаюсь. И как мне проникать ей? О, я Enter нажал просто. Прикольно. Ну, провалился на кат? Я провалился на кат. Я на кат наступил. Ну, там, соответственно, есть клавиши для браузинга, для перехода. Я их не знаю. Никогда Info не пользовался, но тем не менее, такая обширная документация, в которой, наверное, все есть. Так, давайте посмотрим еще. вот мы сейчас посмотрели вот эти две директории. Посмотрим юзер share doc. Вот видите, довольно большое количество документации есть. Можно посмотреть, например, что у нас там? TheLip, он последний. ChangeLog, FAC, README. Можно читать. Вот, пожалуйста. какая-то более специфическая информация именно по этой утилите, получается. он сюда стартоват. Redmin, ChangeLog, там что-то случилось. так, man-k. Man-k, например, сделаем rsync. А у меня есть он? Там хороший был пример, мне понравился rsync. Вот. Смотрите, очень удобно. Мы нашли не просто, мы нашли вхождение, да, этого слова rsync. Но мы нашли, сейчас я смогу расстануть, нет, не смогу. Плохо видно. Мы нашли, как? Рынешка где? View? Scale mode. Где? Ниже. Ага. Все можно растягивать. Уф ты. Где у него этот, прайпер? В каком-то он странном формате. Ну ладно. Он именно растягивает. Тебе нужно по горизонтали немного растягивать. Ну вот, норм. Так что-то все равно как-то. По горизонтали немножко потяни туда. Он не, видишь, он квадратик? Ну все, понял. Я какую-то фигню сделал, по-моему. Все равно не помещается. Ну вот, смотрите, чем интересно man-k, да? Мы нашли не просто man по commander-sync, мы нашли man по commander-sync dconf, то есть man по конфигурационному файлу. Вот мы мы нашли, мы 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 молодцы. Да, да, и мы посмотрим, как заполнять файл конфигурации. Если бы мы не ввели, если бы написали man-r-sync просто, там может быть у него где-то в конце мана обычно ссылки бывают, да, там на дополнительную информацию. Ну а здесь вот man-k мы сразу увидели, что у него еще есть дополнительный man. rsync dconf ну вот он. Нет, он ищет полностью. Даже внутри. Ну то есть из тех, где есть rsync да. Вот, видишь, я сделал man-k cut да. вот bz-cat вот он сюда нашел его. Ну в общем, все-все-все, вот все вхождения, там он все это нашел. Тоже иногда иногда полезная штука. Иногда man-k говорит когда мы делаем man-k он говорит ошибкам nothing как она называется это слово appropriate. Это значит, что база данных what is не найдена, не создана. Просто команда what is это то же самое what is ну или же сим. Это такая красенькая справочка по команде. И когда мы устанавливаем первоначально man, он должен создать базу данных, в которой будет как раз сложена вот эта вот информация первоначальная. И если у нас появилась такая ошибка, надо просто пересоздать ее make what is называется команда. make нет создать базу данных. в принципе все про документацию. Особо много нечего рассказывать по большому счету. Маны и они есть. маны. Дальше чтобы поговорить про уровни запуска, нам надо начать рассматривать систем D, чтобы процентов 7 тоже про уровни запуска начать рассказывать. Потому что они через систем D как бы все это завязано. что ты думаешь про систем D? Что ты вообще к нему относишься? Честно, я никогда его не читал. Я к нему отношусь позитивно, потому что система современная. Она позволяет загружать процессы параллельно и загружается быстро. И все, что про нее я знаю. Я это повторяю уже раз третий. То есть ты к этому положительно относишься? В целом да. и это видимо будет следующим стандартом. все на него перейдут. даже Ubuntu решила перейти на SystemD, если я не ошибаюсь. Хотя у них есть собственный кошерный апстарт, который в общем-то прогрессивнее классической системы и реализует многие фишки, которые дает SystemD. Но тем не менее его использует мало кто, а SystemD походу будут использовать все. новый стандарт. У меня как раз система доставила седьмая. Вовремя. да. Так, ну и куда как у тебя флайеров? Так, Так, сейчас закрутится система, чтобы я сразу рассказывал и показывал. седьмой. А, только он с диском начнет. Нет, что я делаю? Cancel, cancel, cancel. Не, не, подожди. Ты хочешь развлечь компактиск? Да. Старты машинку. Старты машинку. Нет, подожди. Вот так. Всё. А, там была кнопочка press R12, да. Вот теперь здесь выгрузится, да. Что? Что? Подожди. Много нового узнал. Окей. Ну ладно, это не суть. Сейчас. 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 Зачем ты прайс в курсу? Надо. я установил график чтобы мы поиграли с уровнем запуска чтобы мы посмотрели до что он все хочет это же вырежут правда нет мы будем сидеть и ждать ну и где у меня мышка пропал начали на испанском чуть ниже ниже к иероглиф а это начнет сейчас доставим о все компьютер already use вот мучки медленно так вот вроде прогрузил смотрите центра 7 приносит концепцию систем д систем д у нас есть так называемые штуки юниты это новая единица измерения можно сказать что это новая единица измерения процесса процессов наверно так это минимальная единичка юниты я сейчас вам покажу сразу будет понятно систем д у нас основная команда систему стел систем вот они юниты смотрите у нас есть юниты сервисные сокет таргет и это попозже мы поговорим юниты mount то есть для всех swap даже тоже юниту нас есть для всех действий системе у нас теперь есть юниты и все штуки в системе теперь мы должны делать через эти самые юниты где у нас есть юниты юниту нас хранится в нескольких директори например юзер лип юзер clip system d system здесь у нас есть юниты здесь тоже у нас есть юниты здесь тоже у нас есть юниты здесь хранятся юниты вот они вот видите у нас есть mount сервисы с таргет и слайсы юниты установлены из пакетов рпм у нас есть например каталог еще и цитара сейчас оба сидит правильно цитара систем д систем здесь тоже у нас есть юниты но эти юниты это те юниты которые созданы систем администратором я зато расистом д систем мы можем сами создавать юниты давайте посмотрим что-нибудь из системных ну что троплюсь какой-нибудь юнит систем до что на таргет и таргет и по почку говорим ну вот ну вот тис таргет сервис какой нибудь смотрите у нас есть три заголовка юнит сервис и инсталл инсталл у нас есть ну юнит это как бы шапка получается у нас есть description requirements это то что зависимости и этот юнит будет запущен после вот этого сискорнал конфиг маунт и network target local fc таргет про таргет я сейчас попозже чуть расскажу что такое ну вот дальше у нас идет уже описание юнита но смысле что делать юзинбер мы сейчас смотрим таргет сервис до юзинбер бен таргет ctl дальше мы вот эти все параметры будем еще рассмотреть более подробно про юнита да вопрос этот файл это как описание тип стартового скрипта да смотрите так с на самом деле мы теперь даже не не пользуемся вставом файликом мы делаем мы пользуемся на специальный юнит есть теперь маунт мы у нас есть темп маунт вот он пишет из файла то ли вали systemd description temporary directory documentation конфликт пифа вот вот так получать описание вот что там пфс в т.п. вот и полностью описание получается он стал более читаемым более на приближении к людям языке вот да вот кстати да я сразу тоже самое заметил про systemd я тоже особо ничего не знаю и я даже его не читал эти все холивары то что да там systemd мы против уходи вот но я вчера посмотрел на него потыкал и если честно мне понравилось да мне показалось что это такой язык это если раньше вы там должны были ковыряться в этих конфигов там и все по хардкору там смотреть то здесь мы можем набрать командочку и он нам прям вот более приятно в таком виде показывает все это дело вот ну как то более более приятно так юниты посмотрели вот смотри олег хватит отвлекаться юниты содержит информацию системные сервисы сокеты snapshot состояние системы объекты там все 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 у нас может быть в этих юнитах ну все теперь отображается в юнитах посмотрите систем ктл вот как мы сейчас посмотрели минус тхл это все доступные типы юнитов не все юниты а типы вот они типа юнитов смотрите у нас есть сервис . сервис системный сервис таргет и мы сейчас поподробнее посмотрим это группа юнитов систем д то есть юниты как минимальная единичка единичка получается да таргет у нас он ее собирает в группу вот эти вот юниты выстраивает между ними зависимости у нас может быть несколько таргетов там идти по порядку вот это более более удобно на самом деле ну это группа сервисов грубо говоря да сейчас мы дальше еще тоже посмотрим поподробнее ну вот mount точка монтирования файловой системы да в принципе все так более менее понятно таргет набор юнитов вот так давайте посмотрим где то у меня был пример хороший с этим где было сразу видно эти таргеты что ты почитаешь а а опрощение у нас нехороший мануал мануалы на сайте archlinux они там очень детальны и подробны они там очень детальны и подробны видимо им тяжело приходится со своим марчем поэтому нехорошие да 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 смотрите давайте посмотрим вот например графический таргет так называемый graphical таргет так называемый систем давай систем CTL list dependencies . target да где мы выберем только таргеты вот смотрите какая красота графический таргет зависит у нас мы посмотрим зависимости график таргет графического таргета ну таргет по-русски еще кто-то переводит цель но как-то мне не очень нравится таргет мне кажется цель я не знаю как так называют таргет вообще таргет или цель ладно в общем смотрите все в принципе понятно как это все зависимости выстроены друг от друга графический зависит от мульти юзера мульти юзер от бейсика базового да базовый и она как получается так все это туда уходит вниз ну прям такая цепочка дерева получается да в принципе все довольно понятно и логично так дальше смотрите ну примерно представили что такое таргет что такое юниты чтобы смотреть дальше уровни запуска ребутер на самом деле ребутнуть или выключить сервак мы можем очень просто тупо из розетки выдернуть но на самом деле это не всегда помогает во-первых нехороший способ во-вторых там это всегда не всегда УПС 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 у нас может быть ну выдернуть из упса выдернуть из упса или два хвоста выдернуть из упса если у нас два этих блок питания вот ну по-хорошему на самом деле у нас есть все это специальные команды для этого дела у нас есть смотрите в Центасе вот я не знаю Олег расскажет нам про Debian что-нибудь сегодня про Run Level я могу рассказать вот примерно то же самое ну вот примерно но на самом деле в принципе я могу рассказать про скажем так классический процесс загрузки Debian но я думаю что позже отдельно да процесс я думаю попозже посмотрим чисто процесс загрузки просто смотрите Run Level дело в том что они от системы к системе отличаются как бы здесь это показано именно Центас да в Debian может быть по-другому я по этому Олега спросил ну может быть чуть-чуть по-другому по-моему в Ubuntu по-другому там я видел где-то сравнение есть Run Level так это уже хорошо да да стоит у нас стартовый это N типа N буквой обозначается в Debian точно так же нулевой это HALT это HALT да потом есть S это Single User при загрузке или 1 однопользовательский да есть 1 это однопользовательский режим при переходе из многопользовательского режима это то же самое мы это сейчас увидим он будет тебе показывать вот эти Run Level ну просто здесь он называется S и 1 да то есть 1 S это зависит от того откуда ты перешел либо ты сразу не выгрузанулся либо ты перешел с другого Run Level поэтому тебе будут разные эти показываться это многопользовательские разные режимы есть шестой это перезагрузка 3 есть 7,9 еще вот да здесь нет но не используется да ну Run Level вообще бывает до 10 как бы так если поговорить но обычно больше 6 не используется Run Level а 3 есть у тебя отдельно про 3 ничего не сказано 2,5 многопользовательский режим ну да 2 это многопользовательский смотри вот в CentOS видимо отличие 2 это многопользовательский без поддержки сети 3 многопользовательский сетью ну то есть обычный режим работы в терминале без загрузки графического ну без графического режима 4 не используется в CentOS 5 Run Level это обычный с графикой вот зачем нам может быть вообще нужны эти разные Run Level просто в зависимости от того что мы хотим да мы можем переключиться или грузиться в тот Run Level который нам нужен по умолчанию мы можем выбрать либо тройку для сервера это стандартно потому что у него даже нету графики как бы вот стандартный для обычного десктопа это с графикой пятерка вот если графики например к примеру вот я вспомнил вчера в этом в Ubuntu там была тема если ставишь графический драйвер он тебе говорит загаси хорк иксы загаси короче вот и потом уже ставь графику после этого и один из способов загасить иксы не вспомнить какой там у тебя GDM GDM там куча просто сказать ему Telenit 3 и все как бы ты перейдешь на другой Run Level который вообще без иксов да соответственно часть процессов погасится часть возможно запустится и перед этим другой уровень да единичка в Linux очень сильно похож на безопасный режим Windows то есть если нам надо что-то починить да и что-то даже тупо сбросить там пароль рута как бы мы грузимся в Run Level я покажу попозже как нам загрузиться выбрать как это называется временный Run Level при загрузке мы можем указывать разные Run Level у нас есть Run Level по умолчанию дефолтовый Run Level который мы указываем при загрузке который переписывает дефолтовый Run Level вот а и все наверное и Run Level еще мы можем переключаться прямо с одного на другой прямо на лицу в консольчике так смотрите так и так что у нас тут Run Level у нас есть несколько команд для этого дела init el init shutdown да shutdown конечно там вроде это не Run Level но по факту оно так и работает что shutdown без параметров ну время надо все время ему говорить мы можем сказать время в секундах там допустим 300 секунд там 5 минут либо сказать обычно я пишу now shutdown now сейчас время 0 да 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 время 0 shutdown без параметров и время там или now переключает нас на Run Level 1 то есть мы переходим в Single User Mode честно скажу не знаю почему это сделано так ну почему по умолчанию как бы да в режиме переходим хрен его знает разработчики подумали что это круто наверное что так надо делать shutdown минус R это по факту ну RR как бы reboot да переключение на Run Level 6 shutdown минус H это halt или выключение Run Level 0 смотрите также у нас есть две командочки команда init просто работает я не понял что я хотел написать команда телонит переключение на уровень выполнения команда init то же самое но смотрите телонит надо использовать в CentOS 7 ну по умолчанию стараться использовать телонит это это best практикс тип того почему телонита не init я не помню если честно надо будет разобраться может быть в следующий раз расскажу чем отличаются вот эти вот две команды телонит это init вы наверное уже прочитали да что телонит и init от shutdown что shutdown просто нам отправляет сообщение всем пользователям если у нас в сервере в консольке сидит много людей да и мы говорим shutdown минус R там и время то вам в консоли вываливается сообщение что там вау 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 через сколько-то минут все перезагрузится быстрее отключайся вот давайте попробуем поиграться сейчас с этим делом так где мы сейчас это CentOS 7 нет пока пока говорим вот это все что я вам говорю сейчас это как бы уровни запуска они одинаковые для всех да но команды телонит и нет и shutdown это оу нет сейчас смотри центр 6 давай в нормальный режим или так хуже или оставить как было лучше да или нормально блин все равно херен давай так 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 я забыл как посмотреть где мы сейчас просто нет не синхрон нет олег пальчик отвлекаться напомни как посмотреть каком мы а run level run level я не отвлекаюсь не готовы а готовится смотрите с bin run level мы можем посмотреть какой у нас сейчас уровень и предыдущего то что буковка n олег говорил да это типа нам да то есть предыдущего уровня не было мы сразу загрузили сюда в 3 мы можем сказать тела нет что мы скажем какой там уровень один смотрите вот он там что-то поступал что-то по постартовал но и теперь с бинаром лавал нам говорит 1s куда фигню с это сингл типа а сразу мы загрузились давайте в 3 перейдем теперь что он нам скажет этого не 3 а ну давай что тут а вот здесь видно становится да а что мы переключились в этот режим с сингл режима да в 3 1 3 который сейчас сингл от который был вот дефолтовые ран левелы в центре 6 мы можем посмотреть файлики и центра не так и нет так 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 а что что сейчас вот смотрите последняя строка айди 3 и нет дефолта то есть дефолтовый уровень нас сейчас 3 также у нас вот здесь все расписаны 6 уровень уровней которые мы можем использовать и чтобы нам по дефолту задать другой уровень и просто эту троечку правим на другой уровень соответственно мы мы просто поправили сохранили файлик и при следующей перезагрузке мы уйдем в тот ранлевел который нам нужен вот он предупреждает что конечно нам не надо использовать 6 и нулевой ранлевел если 6 то мы просто уйдем в тех лично перезагрузку будет не очень прикольно хотя можно поиграться попробовать ой что я сделал обратно в общем вот такие ранлевелы смотрите теперь попробуем показать немножко хардкора откуда вообще берутся ранлевелы что это ранлевел у нас как на каждом ранлевеле у нас запускаются свои какие-то определенные процессы да то что мы настраиваем мы можем сказать что там я не знаю пасгресс запускать там на втором на третьем уровне на остальных уровнях его не запускать там да но это база данных там да или какие то свои скрипты указывать им параметры запуска смотрите ну не параметры запуска а указывается на каких уровнях наши скрипты будут выполняться уровни выполнения скриптов вообще вот это все это дело у нас хранится и сетера не уровень сейчас рассказываешь про седьмой про шестой шестой да это все все что я говорю это сейчас шестой шестой в седьмом я сейчас чуть попозже расскажу там чуть по другому вот смотрите уровни запуска у нас и цитара rcd rc и вот rc0 rc1 rc2 3 4 5 6 rc local сисинит я не помню что такое олег не помнишь rc local и rc сисинит что такое сисинит я думаю используется где-то сисинит а rc local это такая как-то я не знаю пережиток прошлого но в которой можно вписать какую-либо команду башевскую и она выполнится то есть если вы хотите запустить какую-то команду при старте и не хотите писать программу там скрипт выполнен но не хотите писать инициализационный скрипт то можете прописать эту команду rc local и перестарьте она выполнена и вы хотите запустить тот же апатч вручную с определенными параметрами вы просто пишите эту стартовую команду rc local да 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 я тоже вспомнил но тут в принципе написано что то что вы сюда прописали будет использована после всех этих наших инскриптов да эта штука она есть во фрибе и кстати хотя тоже там не регулируется и не используют так вот смотрите у нас здесь имена наших служб которые будут запускаться на уровне 1 у них очень интересные имена сначала стоит буковка k или буковка s а дальше стоят какие-то непонятные циферки а дальше уже идет имя службы на самом деле буковка k соответствует установке службы а буковка s это значит запуск службы дальше смотрите у нас вот тут сингл нету примера хорошего по идее вот эти вот цифры все 10 15 15 25 30 это указывает последовательность запуска то есть к это как бы к это остановка s запуск то есть вот при запуске на первом уровне будет запущен lvm2 монитор первый потом следующий 25 это блок availability какой-то 26 udev post s99 сингл он будет последний запущен а вообще все это дело это все просто ссылки да да все это просто ссылки и по большому счету мы эти ссылки можем создавать руками и давать им имена вот и все это настраивать руками ну руками можно сломать мозг а про циферки я хотел сказать да смотрите по идее у нас сейчас вот хорошего примера я не успел найти если честно может быть потом найду покажу но по идее цифры у нас должны складываться если у нас при старте написано написано там сколько 30 до к 30 пост фикс значит где-то там у нас должен быть к 70 пост фикс то есть а с 70 пост фикс то есть у нас в одну сторону у нас один порядок до идет в другую сторону ну при при старте один порядок при выключении обратный порядок соответственно цифры будут тоже порядка но обратно и максимальная цифра это 99 100 ну вот и соответственно у нас мы просто вычитаем да 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 ну да порядок запуску да как стоит 囉 мы должны мы же запускаем их по одному порядку гасить и должны другом порядке да 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 Самый простой способ – это просто вычесть, и получается обратный порядок. Вот да, я тоже не знал. Я просто в какой-то момент, я помню, писал, мне пришлось этот E-скрипт писать, я уж не помню для какой службы, и сейчас, на самом деле, вот, сейчас я к этому расскажу. Все это дело руками, конечно, не делается, потому что можно сломать мозг себе, писать эти S, циферки считать и делать ссылки. У нас есть специальная командочка для этого дела, check-config называется. Вот, оно показывает, вот он, lm2-монитор, например, про который я сейчас уже говорил. Он показывает, что у нас на нулевом уровне он выключен, на первом включен, на третьем, ну, на всех, кроме шестого, он включен. Соответственно, мы все эти уровни можем менять. Тоже с помощью команды check-config. Вот, но команда check-config хочет, чтобы у нас сейчас, сейчас, сейчас. cut-init-d, как он там, lm2-монитор. Воу. Вот он. В init-скрипте у нас обязательно должны быть прописаны вот такие вот циферки. Параметры для check-config. Если у нас check-config не будет прописан в этих параметрах, в init-скрипте, то мы не сможем с помощью этой утилиты управлять. Просто она хочет, ну, она должна понимать, как бы, на каких уровнях выполнять эту команду и с какими приоритетами. Ну вот, соответственно, мы все это должны прописать в init-tab, ну, в init-скрипте. Ты не сможешь чек-конфигом управлять просто. Ну, с помощью этой, ну, с помощью чек-конфига управлять этой фигней. А, то есть, дается рухальная вода, да? Да, да. Проще прописать сюда эту директорию и работать. Я вот на эти грабли наступил. Вот, я, если честно, мне было некогда разбираться. Я просто на работе, да, сидел, скопировал попавшийся, ну, из похожего скрипта. Просто эти чек-конфиг засунула, и оно все заработало, и все нормально. Я успокоился на это. Ну вот, лекции мне помогли в этом разобраться. Так. Это все было процент S6. Давайте попробуем вот еще последний процент S6, что я хочу рассказать. Смотрите, да, вот мы поговорили о том, что у нас ран-левел, и мы можем переключаться на лету между ран-левелами. У нас есть дефалтовый ран-левел, который у нас в конфиге хранится. У нас есть ран-левел, который мы можем прописать при загрузке системы, да, который перезапишет все ран-левелы, все, что у нас где-то там что-то прописано. Вот. Это, кстати, одна из уязвимостей, да, почему в серверную надо храниться закрытый на замок. Потому что любой человек, да, который имеет физический доступ к вам, к компьютеру, может изменить ран-левел, изменить пароль рта уже и так далее. Ну, там, конечно, есть свои штуки, но как бы вот. Так, давайте попробуем. А, как там? Теланит, ребут, это шестой, да, на левел? Да. Смотрите, чтобы изменить, вот он, ну, тут подсказка у нас там, да, чтобы изменить опции загрузки, нажмите буковку «Е». Нажимаем «Е», вот он нам рассказывает, что, ну, параметр загрузки, там, троллевольд, наверное, еще здесь написано. Так, отстанет. Ну, давай назад, подожди. Разогрузился с диска HD 0.0, раздел 1, нулевой, где у нас находится ядро. Ядро монтируется на диске HD 0.0, да? Да. Дальше LN тома у нас монтируется. LN root, keyboard, к чему-то PC, а, keyboard type. Дальше у нас идет quiet, и после этого можем указать циферку 1. Это будет красно-левел указанный. Загрузится в ронаре, level 1, да. Так, а я сохранил? Я сохранил. А, не надо. А, да, 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 enter. Как там? B. 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 по-моему вместо quiet просто в конце quiet поставить а после quiet ну правильно давай еще раз не получилось с этими стартовыми там есть сингл резкий emergency один тоже провал не получилось подожди по консервангу я нужны сейчас контактная единичка есть да есть не трогай подожди я у меня сюда все получилось ничего не трогал а я по-моему quiet только выбирал нет опять на 5-5 не то что мы делаем так олег что происходит берись индук давай вот вот смотри так О! Не нажал мне Enter. О! 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 Какой ангелер? Сингл. А, я Quiet, по-моему, просто убрал. Давай еще раз. Я вместо Quiet прописал сингл. А вчера у меня тоже получалось, я просто вместо Quiet прописал единичку. Ну, попробуем. Но, кажется, ты пытаешься нас обмануть. Да единичка, единичка нет. Все прям. Ну, если что, мы все равно уже знаем нормальный способ, да. Окей. Твой. Способ олегов. Способ олегов. Теперь будем называть способ олегов. О! 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 небольшое ступень от олега теперь поговорим про цента 7 посмотрим там то же самое как там все это происходит цента 7 здесь как обычно систем стил а это сейчас секунду чтобы посмотреть просто говорим get default смотрим дефолтовый вообще дефолтовый уровень запуска графику target помехи много электричество между мной и проектом смысле ну ладно так смотрите get default установить сет 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 дефолт мы можем так же написать там не знаю какой-нибудь мульти анонсом давай мульти юзер подсказывать да а я сюда надо добавился не а я мог быть не все дайсов и он у меня это послал я специально же не добавил ну ладно систем мы сейчас не об этом сделал сет дефолт мульти юзер таргет вот и смотрите что у нас происходит мы удаляем есть такая же система просто линков да мы подарим рм дефолт таргет и делаем ссылочку ну типа удаляем старый дефолт и делаем ссылку новую мульти юзер таргет на систему дефолт таргет вот все как бы совершенно ну в принципе система по по логике такая же по логике работы да тоже то же самое на ссылке как же у нас указывается все это дело ссылочками но чуть-чуть все это по-другому посмотреть также что у нас там в таргетах по сравнению вот как мы там смотрели лица 2 нет и нет вот эти вода мы можем посмотреть юзер липсистем д систему Систем дэсистем. UserLibSystem дэсистем. И что? Систем дэсистем. Систем дэсистем. Систем дэсистем дэсистем. Так, что-то. UserLibSystem дэсистем. Систем дэсистем дэсистем дэсистем. По идее мы тут должны увидеть наши эти. Ссылочки. Спасибо. На самом деле, смотрите, если для CentOS 6 у нас по дефолту и рекомендуемая утилита для перехода по run-level, это tel.init, то здесь мы должны использовать по максимуму system.ctl, просто потому что, ну, это утилита, system.ctl для перехода до run-level. И вообще для управления всеми процессами, ну, мы дальше будем рассматривать, когда этот CentOS 7, что нам надо по максимуму стараться использовать эту утилиту, system.ctl, просто смотрите, там есть такой прикол, что если мы запускаем какой-то процесс с помощью сторонней утилиты, там все это есть, я в следующий раз, наверное, покажу, сейчас не очень разобрался, честно, с этим CentOS. Смотрите, там уровень запуска, там такие же для совместимости сохранены, так же, как в CentOS 6. Ну, то есть название, но при этом вот это название ссылается уже на новые таргеты, вот как на новую систему вот этого таргета. Вот, я покажу в следующий раз тогда уже. Вот, и получается так, что и старые утилиты тоже сохранены, как бы, да, для совместимости, видимо, CentOS вот этот вот ноль, он как бы как переходный такой, 7-0 в смысле, да, он какой-то переходный такой состоянии, дальше все это будет удаляться, вот, и, соответственно, сразу рекомендуется использовать system.ctl. Если мы, мы можем запустить процесс с помощью стандартных средств, обычных, не system.ctl, но при этом сам system.ctl, он не будет знать об этом процессе. То есть дальше мы им не сможем управлять. Если мы дальше опять, да, там, запустим этот процесс, да. Нет, там, смотри, там, получается, здесь мы уже используем не unit скрипты, а вот эти вот таргеты и юниты. Юниты всячески. Юниты и таргеты, да. Ну, просто сохраняем, я думаю, во-первых, для совместимости, а во-вторых, для того, что, ну, не все ребята сходы перестроили, да, чтобы можно было как-то приложить. В том же апстарте, в бунтовском, у них точно так же. Ты можешь все это ссылки на, по-моему, unit скрипты апстарта, но если ты допустишь классическим образом, ты не сможешь реально управлять этим через команды апстарта, да, потому что он не будет знать, что где находится. Апстарта неплохая штука, кстати. Например, она очень легко позволяет запустить процесс так, чтобы он отслеживался, чтобы он был запущен, если он падает, то апстарта его автоматически запускает. Ну, демон чата у нас, например, теперь запущен через апстарта. Так, ну, тогда давайте посмотрим последний пример, как нам про этот раз уж я тут. В следующий раз тогда разберусь, покажу, да. Сейчас попробуем перезагрузиться и сделать то же самое, как там вот мы и загружались в Run Level 1, так же здесь перезагрузиться в CENTACY 7, тоже в Run Level 1, к примеру. По факту то же самое, да? Показывал переходы между уровнями прямо из системы? Нет, не показал. Покажи? Нет, не покажу. Покажи. Ах, то есть... Не успел. Нет? Так, здесь мы должны немножко другую команду указать в конце. Компания. 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 Ты не помнишь, как конвесторки достиг? Нет. Я тоже, у меня нет кнопочки. Компания. Нет. Нет. Мы должны просто прописать SystemD, SystemDUnit равно, но... Res... Да. Через... Да. SystemDUnit. Резкий таргет. Ну, короче, как раньше мы там цифру 1 указывали, да? Теперь просто мы... Более такая вот... Ctrl X to Start. Давай. Попробуем. Чуть другая команда логика работает то же самое, в принципе. А, ну вот, да. Все получилось. В принципе, вот, все. Олег. Подай мне на рассказывать. Давай. 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 Закрывай Settings. Закрывай Settings. Да. Окей на консольку, пожалуйста. Интернете есть? Да. Сейчас я вам сплю, как он.. Че и клавиатура неправильная, нет, нет, никогда не куплю себе мак надеюсь у тебя нет кейлонеры конечно есть все записано вот сейчас немножко теории все представляют вообще процесс загрузки соответственно чего у нас все начинается мы включаем наш компьютер bios и начинается bios да начинается bios который загружает там какую-то свою программку прогоняет пост power он self-test то есть самопроверку следственно дает нам всяческие возможности выбора загрузки и прочие такие штуки затем затем он читает у нас загрузочный сектор на диске который мы указали то есть мы выбираем с чего стартовать с того bios и читает загрузочный сектор соответственно master boot record в master boot record уже записана часть загрузчика и это была первая стадия вторая стадия сам загрузчик то есть у нас это видимо граб ну самый распространенный наверное наверное но не единственный второй наверное по известности это lilo linux loader но я уже давно его не встречал да кстати на что делает у нас bootloader он загружает сейчас скажу он загружает у нас во-первых ядро линукса а во-вторых образ файловой системы маленький в память то есть у нас фактически что чтобы ядро нормально работать ему нужно некое это маленькое окружение и от окружение это вот этот вот маленький образ который опять же читается с диска мы его указываем и то есть видно было это и не труда сейчас нет да нет найти для млс 2 2 кто-то мне это не нравится надо показать меню да ладно об этом он меня не любит а где те кнопочка делает какая кнопочка делит нет хихихихихих хихихихих хихихихих о боже то есть я же не вижу то есть нет co а джак выбираешь что здесь так как на этом маке нет кнопочки поджидал и пробел вот например вот здесь вот есть я даже не знаю мышка мышка мышку видно да вот есть модуль запись там путь до ядра на бутв м линус имя ядра и параметры они же есть модуль бут и нет rd и мага это вот как раз образ той маленькой файловой системы которая загружается вместе с игром в оперативную память просто логично чтобы начать загружать систему нам нужны хотя бы какие-то минимальные драйвера правда хотя бы драйвер жесткого диска там еще что там на какие-то такие штуки ну то есть если прервать загрузку на этой стадии например то вполне можно походить по этой файловой системе и посмотреть что там есть это запускается так как вот авторы документации называют mini-debian system такая mini-debian в этой mini-debian есть скрипт init он лежит в корневой системе это большевский скрипт который собственно дальше стартует всю систему и передает дальше уже то есть вот это вот файловая система оперативной памяти затем подменяется файловой системой на диске то есть у вас загрузилась ядро инициализировалась система и хоп и дальше ядро работает уже в пользовательском окружении которым на диске то есть загружается скажем так нормальная дебиана скрипт система после этого ей запускается программа и нет который находится в папке сбин сбин и нет в этой программы it 1 2 идентификатор один да 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 вот он да в самом верху и нет все остальные процессы наследует от него и он пит 1 и остественно он уже инициализирует все далее степенно это сейчас вам расскажу скажем так про классическую систему загрузки точно так же про папочки ну вот как коля рассказывал про акцентоз вам расскажу про дебиан в восьмой версии которая вот-вот на подходе тоже будет systemd я думаю там будет вообще все идентично ну я надеюсь на это по крайней мере стартовый уровень загрузки указан в файле и нет так вот написано иди 2 и не дефолт по умолчанию загружается во второй уровень из многопользовательский но он сразу здесь указаны типы ран левелов 0 это халт отключением первые это однопользовательский 25 многопользовательские режимы и 6 перезагрузка в дебиан 2 5 и ран лейвы не различаются принципиально но для них есть отдельные директории со стартовыми скриптами точнее с тем что нужно запускать поэтому вы можете самостоятельно сконфигурировать эти уровни загрузки использовать их по своему усмотрению изначально системы я ухожу идет в режим н грамм левел к для инициализации и затем уже тоже систем байфа затем ран левел с то есть это сингл однопользовательский режим для окончательной инициализации железа и затем в указанный уровень то есть в данном случае по умолчанию во второй уровне сами по себе стартовые скрипты находятся в папочке это и это c и нет д на и вот уже в папочках и не так ладно окей ты с нами скрипты лежат там каждый уровень использует собственные директории для того что нужно запускать и в каком порядке это на нередитом такой же вид у них получается такой же вид до примерно нам блин показывать сдержим вот есть папочки арсеналь 1 2 3 4 5 6 с и в этих папочках у нас содержится точно так же скрипты ну посмотрим второй уровень вот скрипты у которых которые могут начинаться с с и кей но здесь нет мы посмотрим там нулевой нулевой с кей и с это старт кейки то есть при переходе данный уровень если указано кей то этот процесс будет убит если с то этот процесс будет запущен и дальше идут в две цифры это порядка приоритет запуск переход собственно между уровнями то и нет рекомендуется все таки команда то и нет так если мы сделаем вас минус а то есть видно что это тоже 7 линки на стартовые скрипты в папочке и нет д и тк и не так так для каждого инициализационного скрипта есть параметр по умолчанию которые описываются в соответствующих файлов папочки это все и дефолт дефолт например можно смотреть что им для для лимзин это разные параметры и это есть почти для всего камера по моему оттоп здесь есть команда топ какие-то параметры которые вы можете передать так через командную строку можно указать в этом файле файловая система собственный нет существует скрипке инициализации посмотрим не обманывает ли нас документации вот скрипт для для монтирования корневой файловой системы есть отдельно тоже скрипт видимо для темп с кстати есть вот керна керна файлсистем виртуальная для монти создания виртуальной файловой системы деф для монтирования фастаба mount all называется ну для нфс есть точно также есть скрипты инициализирующие сеть и все остальное там и деф и так далее ну это наверно все что я хотел рассказать да то есть нет мы не будем ломать не сервер р и минус рф нет все хватит бетератон то есть точно также инициализационные скрипты лежат в папочке инид на которые симлинки в папочках ответственны за соответствующий уровень загрузки и в названиях этих 7 линков указано что делать во первых убить или запустить и последовательный запуска ну вот и все это седьмой дебиан восьмом systemd там я думаю все так же как и в седьмом центре все плана сегодня все следующий раз я думаю постараюсь готовить этот